Сразу вспомнил в Facebook дискуссию, полемику, я со своим коллегой, которая работает в нашем холдинге, вокруг одного из трудов товарища Прилепина. И мне было сказано вообще, как можно слушать Прилепина, он же записной антисемит. И я так думаю, я попросил привести какие-то примеры, ну, потому что я был задачен, всего-то могу не знать. Было сказано, что это очевидно по определению. Поэтому я к первоисточнику обращаюсь непосредственно к Прилепину. В чем антисемитизм проявлялся? Ксенофобию можно пришить, как мы знаем, всякому русскому писателю, без проблем. Я не буду здесь разветвленные цитаты делать по этому поводу, но это очевидно. Но вообще, это настолько не по моей части, что мне даже смешно это слышать. Я тем более знаю, кто этот человек, я догадываюсь об этом, и он пресс-секретарь очень известного российского исполнителя. Да. И этот исполнитель пишет мне письма о том, как ему нравится роман «Обитель», о том, как... Серьезно, да? Да, конечно. Андрей пишет мне на эту тему разветвленные, очень комплиментарные письма. Я ему отвечаю. У нас в этом смысле нормальные общие эстетические установки. Видимо, ему ничего не мешает это делать. Мне кажется, Макаревич абсолютно искренен в своих... Конечно. Не буду говорить слово «заблуждениях», потому что я сразу тогда обозначаю... Убеждения, да. ...позиции. Мне бы интересно было ваш диалог когда-нибудь услышать, лучше в прямом... Да, может, мы встречались, на самом деле. Да, но это бы встречались. Нет, в эфире «Коммерсанты» мы встречались, и уже после всех этих событий вполне нормально общались и все обсудили. Я понимаю, что у него другой символ веры. Я ничего с этим поделать, собственно, не могу. Вот именно ключевое слово «вера». Что здесь вот... Это бесполезно спорить, потому что никакие аргументы не работают там, где есть вера. Вот аргументы только такого долга, потому что о чем я буду спорить, если вот он такой-то. Но это смешно. Тем более в России это смешно. Я просто выступаю за общие правила. Если Виктор Шендорович говорит, что мне стыдно быть русским, я имею право сказать о какой-то евреи, когда ты поддерживаешь людей, которые ходят со свастиками. Да, вот это меня поражает, кстати. Если в его случае это не русофобия, тогда и в моем случае это тоже не ксенофобия. Это просто мы играем по общим правилам. Если вам не нравятся общие правила, тогда не надо этого говорить. Вот и все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24». «Москва-24».